своем канале сегодня у меня хорошее настроение потому что я сегодня ездила в леруа мерлен и в мегастрой конечно же я не приехала пустая я купила себе орхидеи сейчас я хочу вам показать и рассказать на примере своих орхидей которые какие орхидеи покупать можно а какие нужно ну и конечно же я хочу сказать всем спасибо большое за то что вы согрели меня в трудную минуту своими теплыми добрыми комментариями мне очень приятно знать что на свете на свете существует еще много добрых сердец и конечно же мои подписчики относятся к таким людям спасибо вам огромное ну а теперь я хочу вам показать и рассказать немного про орхидеи ну начну я наверное разговор именно с орхидей которые покупались в леруа но и которые конечно же покупать можно по каким признакам я это делаю почему я именно так решаю что покупать их можно вот интересную какая глядите первый раз такое вижу чтобы упаковка была такая интересная орхидеи постояли у меня дома немного подогрелись вот сейчас я их достану из целлофана вернее практически уже стою это орхидеи я покупала с целях для своей сестры она хотела орхидею с красненькой губой вот но я посмотрела говорю может быть я ей ее и возьму если она согласится значит я ей отдам а если она не согласится значит эта орхидея останется у меня единственные у нее видите полоски она хотела типа как шина называется забыла как уж и слова ты какой-то но мне простительно я живу мордовии и речь иногда желает оставляет желать лучшего ну вот посмотрите какая красотка единственное что у нее есть какие-то такие потаенные полоски но все равно в принципе она очень красивая вот есть такая red lip это красная губа по моему так сорт называется вот но это совершенно другой сорт и губа у нее очень очаровательная с желтой окантовкой очень красивая орхидея так вот я начну наверное рассказ с нее и мы с вами посмотрим сейчас какие у нее корни посмотрите какие замечательные корни вот даже растущие есть корешки вот вы видите вот растущий корешок несмотря на то что орхидея растет видите в каком грунте это кок кокосовые чипсы очень влагоемкий грунт но несмотря на это орхидея очень хорошо видать ухаживалась и в хорошем состоянии все таки она пришла да она слегка видно что она не сухая что она не просушена она немного политая но и все равно некоторые могут даже испугаться и не взять такую орхидею я лично не боюсь как вы заметили по моим видео я покупаю орхидеи любые лишь бы были у них такие хорошие корни даже если орхидеи залитые ну 2 орхидеи это я брала для себя но она погибла орхидеи конечно залитая по сравнению с ту орхидеи посмотрите корни какие у нее мокрые вот вот растущий корешочек есть вот растущий корешочек есть но и корни тоже неплохие я бы не сказала что тут их очень много но вполне достаточно чтобы вытянуть эту орхидею вот для того чтобы она и дальше росла так вот эти две орхидеи как я вам показала качество у них хорошие корни хорошие шеи хорошие листики хорошие все я проверила вот не заметила ничего такого чтобы меня так как-то расстроила потому что мышнистого червеца мы знаем что его видно сразу вот невооруженным взглядом видно что мышнистый червец здесь присутствует ну в общем орхидеи вот имеет некоторую паутинку там под не под листочком но меня тоже это не пугает это все протрется уберется лишний мох отсюда вот из-под шеи кстати я вижу там торфяной стакан обычно в таком грунте торфяные стаканы не присутствует очень редко попадаются в основном просто торфяной грунт орхидея сорт сейчас я вам покажу это вот эта красотка но она такого бледного цвета то ли зима то ли не хватило ей света когда она формировала бутоны но этот сорт у меня был красивый такой симпатичный сорт вот лист эти цветочки не крупные но все равно такой приятный солнечный цвет так вот такие орхидеи если у них хорошие корни хорошие шеи листья вполне приличные да не считаю механических повреждений конечно же такие орхидеи покупать можно можно я всегда считаю что в нашем леруа несмотря на то что там залива залиты орхидеи все-таки покупать орхидеи можно ну а сейчас я хочу показать вам то что я купила в мегастрое мегастрой конечно магазин дороже леруа по цене ну и качество конечно там совершенно другое вот смотрите какого качества куплено вот это орхидеи сразу видно что здесь большая огромная розетка взрослая розетка растушка взрослая я бы конечно не взяла ничего как бы практически есть все для того чтобы радовать сердце радовать душу радовать глаз но мы же не можем так да чтобы что-то еще не купить я никогда не планировала купить мэджик арт но мне в этот раз он попался в хорошем качестве сейчас я покажу вам цветы вот посмотрите вот такие вот цветы может быть это не мэджик арт может он немного отличается но на него похож один в один у меня есть наподобие азиатка такая же орхидея но я всегда думаю пусть будет типа однотипные две ну можно три но и не больше как мы можем скупать правда вот вот посмотрите какая розеточка у этой орхидеи посмотрите какие корни вот листья чистые корешки корешки растущие кончик видите орхидеи у корни растущие орхидеи не залитые вот а то что у нее цвет зеленый корней я часто наблюдала вроде начинаешь пересаживать ну и корни веламен сухой а цвет именно вот такого темно-зеленого цвета я конечно за ней понаблюдаю плевать ее сразу не буду вот у нее тургор листьев хороший и я думаю этот тургор вполне может и три четыре пять дней даже обходиться без полива вот ну а потом посмотрю если они начнут просыхать тогда я буду конечно же ждать когда они просохнуть полностью и будут вот такого серебристого цвета вот такого качества орхидеи покупать нужно обязательно нужно даже не боясь за то что с вашей орхидеи произойдет что-то страшное но в зимнее время девчонки мальчишки может произойти все что угодно вот пришла на сегодня орхидеи да на это на прилавок поступила магазина вот она в хорошем состоянии все с ней отлично да приносим домой орхидеи три четыре пять дней недели проходит и начинаются какие-то болячки какие-то проблемы вылазить то там начинает лишь желтеть около шеи это самое главное про корни я молчу с корнями если она сушит один другой корень это ничего страшного это вполне естественный процесс то что орхидеи одно скидывает другой наращивает и наверное все как в природе одно растет одно отмирает другой дальше продолжает расти а вот когда начинают желтеть листья чернить там шея около именно вот начала там корней вот конечно это уже мы начинаем бить тревогу это уже говорит о том что просто орхидея уже где-то что-то подцепила и вот эта вот болезнь у нее проявляется именно впоследствии когда она уже появляется у нас если бы мы ее не купили эти проблемы появились бы в магазине почему же мы раньше мы приходим магазин и видим что какие орхидеи больные листья начинают шеи черные это говорит о том что просто она уже приболела в дороге вот где-то на чего-то подцепила ее никто не купил и вот эти проявления именно в магазине появились ну так вот я наверно думаю вполне объяснила понятно что орхидеи вот такие покупать нужно а те орхидеи покупать можно самое главное потом домашний уход но если орхидея уже в дороге где-то заболела это уже не наша вина и конечно это уже разочарование это обиды приходится ее лечить что вызывает у меня вот такое негативное состояние вот я как-то люблю чтобы все цвело чтобы радовало мне кажется все так хотят все так любят чтобы именно было все с нашими покупными орхидеями хорошо но вам я всем желаю всего хорошего покупайте орхидеи не бойтесь все равно смотрите на качество не покупайте себе орхидеи которые у которых есть проблемы мы не спасем все орхидеи ни в коем случае не спасем старайтесь выбрать то что вашей душе приятно вот но если вы кого-то захотите спасти если с кем-то хотите поиграться конечно это ваша уже воля ваше желание вот ну я конечно это приветствую но это не про меня я люблю красоту люблю спокойствие души а когда орхидеи болеют и не только орхидеи что-то кто-то в доме болеет этого языка вызывает беспокойство наверное я просто такой человек чувствительный эмоциональный ну что ж со всякими бывает ну вот и все я буду заканчивать свое видео сегодняшнее сегодня у меня новинки сегодня у меня радость желаю и вам побольше радости побольше хороших красивых здоровых новинок всем пока пока